Приветствую вас, давайте попробуем ответить вам на ваш вопрос. Значит, встречаем с молодым человеком 2 года, я старший его тоже на 2 года, мне 26, ему 24. Ага, ну, вот, понимаете, если вы живете в России, да, то в России 24 года и 26 лет. Вот, несмотря на свою близость, да, 24-26, казалось бы, ну, что там такого, всего 2 года, вот. Но, тем не менее, несмотря на это, все-таки ключевая разница. То есть, девушка в 26 лет может уже вполне считаться взрослой, она может считаться взрослой, в принципе, 25-24 года. А мужчина, 23 года еще, он, ну, довольно инфантилен, часто бывает. Часто мужчина, 23 года еще не доиграл, не догулял и так далее, вот. Вот, ну, и, в общем-то, по поведению вашего молодого человека можно сказать, что он в некоторой степени не настроен серьезно, да, то есть. Вот вы ему говорите, мол, что это такое, да. Вот, ну, мы с вами еще сейчас скажем по поводу того, как это вообще стало возможным, вот. Ну, вы ему говорите, ага, что это такое, да, вот, мол, тебе там девочка присылает фотографии такие двусмысленные. Говорит вам сразу в ответ, какое тебе дело, да, то есть. Не объясняет, не пытается как-то, ну, успокоить вас, а просто сразу, какое тебе дело. То есть, сразу агрессия, сразу защита. Вот. Ну, и по определению, да, если человек защищается, значит, значит, есть, что защищает. То есть, есть какая-то агрессия, есть, ага, какой-то страх может быть, ну, или чем-то. Вот. Ну, и, соответственно, мужчина повел себя в этой ситуации довольно плохо. Ну, и, лучше сказать, некорректно. Как ребенок. Дальше. В давнего времени он стал общаться с девочкой своего друга. Ну, смотрите, с девочкой своего друга стал мужчина общаться. Ну, это, конечно, неприятно. Очень. Вот. Но, все же, а с какого момента он стал общаться с девочкой своего друга? То есть, ну, вот, что послужило основанием для того, чтобы он начал общаться? То есть, что-то ему не хватает, может быть, что-то ему, что-то, что-то он недополучает. Или что? Вы об этом подумаете? То есть, вот. Что его могло сподвигнуть на такое поведение по отношению уже к вам. Да? Дальше. Значит, недавно я залезла в телефон. Ну, вы пишете в телефон. Я так понимаю, что вы залезли в его телефон. Вопрос. Зачем? То есть, для чего вы залезли в его телефон? Что заставило вас это сделать? То есть, ну, вы ему молодому человеку что? не доверяете или как-то опасаетесь чего-то или что? Знаете, какая вещь, какая штука? То есть, то, что вы сделали, это, в общем-то, проявление недоверия к мужчине. тонкость, 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 она вся в том, и что, либо вы сами что-то чувствовали, вот, ну, что-то ощущали, да, что что-то не так, но мужчине прямо об этом не сказали. то есть, прямо наличие проблемы вы не ну, не признавали именно прямо наличие проблемы, вот, как таковой. то есть, какая-то проблема была у вас между вами, да, вот, но вы ее, эту проблему, не не обозначили почему-то, вот, вместо этого вы предпочли как бы, ну, залезть его телефон. Это говорит о том, что между вами, как как таковыми, нет контакта. Как такового между вами нет контакта, нет доверия, нету понимания, может быть, ну, тут, конечно, надо еще тоже разбираться. в общем, постарайтесь понять, что заставило вас залезать его телефон. Потому что, по факту, это нарушение личной границы человека. По факту, это нарушение личного пространства человека. дали, по поводу того, что вы там увидели в телефоне, да, я ему, я вам, в принципе, сказал. Далее, вы говорите, я эмоционально и спросила, что это значит. Я эмоционально. Я вам могу задать вопрос, что это значит. Что значит, вы эмоциональны? Вы эмоциональны, и что? И вы можете залезать в телефон, или вы эмоциональны, и что? Для чего вы это сказали? Вы и так оправдываете то, что произошло? Как бы. Но вы вроде бы ничего сверхъестественного не спросили. То есть, любой человек, любая бы женщина на вашем месте ну, наверное, задала бы такой же вопрос, что это значит. Поэтому здесь вот то, что вы эмоциональны, не совсем понятно, что это значит. То есть, ну, вот, в каком именно контексте вы употребляете это слово, этот термин. Вот. То есть, либо вы себя принижаете, вот, либо вы наоборот себя оправдываете, что, в общем-то, ни то, ни другое не является сколько-нибудь хорошим, вот, сколько-нибудь адекватным. Потому что и принижение, и оправдывание себя, это деструктивная модель поведение. Вот. Также хочется вам сказать и еще такой момент. Вы спрашиваете, что это значит у него? Но в действительности, в действительности вам нужно было вопрос задать немножко другой. «Дорогой, скажи мне, тебя что-то не устраивает в наших отношениях? Мне что-то не нравится, может быть, ты хотел бы что-то поменять?» Понимаете? Вот это нужно было спрашивать, а не то, что вы сразу стали как бы претензией человеку проявлять. Понимаете, да? Какая штука. Вот. И может быть, именно из-за претензии мужчина в силу молодости своей, в силу недрелости, может быть, мужчина именно из-за этого он ну вот так отреагировал негативно. да? Вот. Ну может такое быть, может такое быть. Вы получили информацию нелегально, да, о нем, ну, это же личная информация, нужно было и как бы воспользоваться ей адекватно. Вот. А вы вели себя так, как будто это норма то, что вы узнаете. И норма то, ну, то, что вам это стало известно. Вот. Хотя это не норма. Да, это говорит о том, как человек к вам относится, это говорит, безусловно, о его культуре, отношениях к вам. Это говорит, да. Но, тем не менее, не отменяет того, что вы сделали. Дальше, значит, он сказал, какое тебе дело, об этом я вам пояснил. Затем, так, говорит, что он его друг. Тут вы так, вопросы восклицательные написали, что стоит отмечать. Не очень понятно. Вот. Если вы спрашиваете нас, то нет, она ему не друг. В данном случае. Вот. Мужчине просто приятный вы. Ее внимание к себе, значит, ему недостаточно внимания, скорее всего, от вас. Вот. Либо с вами он не чувствует себя мужчиной. Ему не плевать вообще на нее. Когда я попросил поговорить с ней, чтобы перестал себя вести, так как он занятой парень, он сказал, тебе надо, ты разбирайся с ней. Ну, здесь, как бы, мужчина просто показал свое нежелание работать над вашими отношениями. Да, то есть, ну, нежелание обратно себя, ответственность и, вероятно, уже проявление какого-то безразличия к вам. В общем, мы поругались с ним, но вот то, что поругались, это, конечно, не ведь хорошо, потому что вы поругались. Не мы, а вы, конкретно, Марина. Вы поругались. И вопрос в том, почему именно вы поругались с ним. Мне очень обидно. А чего обидно, чего ожидали? Почему ожидали? Какие желания были у вас? Или чего обидно-то? Когда разбирали эту тему с ним, он улыбался, когда я сделал заключение, что он ей нравится. Да, ему приятно ее внимание. Скажите, пожалуйста, есть повод для беспокойства. Ну, очевидно, мужчина ваш неудовлетворен. И очевидно, вы не замечаете желания и потребности своего молодого человека. стоит ли тратить на это нервы? Ну, если вы своего молодого человека любите, если вы хотите, чтобы он был счастлив, то, очевидно, стоит узнать о том, чего ему не хватает, поменьше ругаться, с ним побольше разговаривать, перестать нарушать его личное пространство, чаще интересоваться им, давать ему почувствовать себя мужчиной, и тогда, я полагаю, время покажет ваш этот человек или нет. Если же подобного желания у вас нет, то есть, если вы не готовы что-то делать, но при этом если вам обидно, если вы чувствуете себя как-то покинутой, брошенной, что-то такое, то в этом контексте самое правильное будет сразу с ним расстаться, если вы не хотите работать над отношениями, но в будущем я рекомендовал бы вам все же более внимательно относиться к человеку, который рядом с вами и более уважительно воспринимать его личное пространство, в частности переписку, мобильные телефоны, вот это все. На этом, я думаю, ответ можно закончить, надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!